И снова всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Stikis228. И, как вы знаете, вчера был Супербол в США в ночь с 4 на 5 февраля. Вроде да. Да. И там показали много интересного, много ТВ-спотов, много трейлеров. Вот такие дела. Некоторые трейлеры я просто оставлю, чтобы вы могли посмотреть, а некоторые я буду именно разбирать, которые интересные и занимательные. Ну что ж, а мы начинаем с самого сладенького, с ТВ-спота Войны Бесконечности. Стоило Marvel Studios это 5 миллионов долларов, чтобы показать 30-минутный ТВ-спот на Суперболе. Поэтому, что ж, начинаем. Я сам еще не смотрел. Все по канону начинается с комиксов и Marvel Studios. И здесь мы видим трех супергероев. Это Железный Человек в своем новом костюме, только он без шлема. Доктора Стрэнджа и Питера Паркера, либо Человека-паука в Железном костюме. Видно, они удивлены как-то, может быть, даже чем-то напуганы. Я не знаю. Это мы все узнаем, по крайней мере, в фильме. Или в новых трейлерах, которые будут выходить. Напоминаю, фильм выходит 3 мая. Очень ждем. И на том кадре мы видим, как Ванда, Алая Ведьма, делает что-то с Камнем Вижна, с Камнем Разума. Может быть, она его как-то телепортирует или, не знаю, клонирует, что ли. Может быть, пытается как-то его вытащить. Я вообще не в курсе, вот честно. Это только мои предположения. Пишите в комментах, если у вас какие-то есть свои предположения. Здесь мы видим уже команду Стражей Галактики, Питер Квилл, Звездный Лорд, Гамора, Дракс и Мантис позади Гаморы. Здесь не хватает только ракеты и Грута. Скорее всего, они отделились уже с Тором, чтобы сделать Тору новое оружие. Мьяль-Мьон, как-то вот так. Блин, вообще выговорить это сложно. Поэтому они уже отделились и, как бы, на две команды. Тор, скорее всего, к ним уже прилетел, как бы, и они разделились. Здесь мы видим Железного Человека с его новым реактором, как бы, и Брюса Беннера, о чем-то они говорят. Жалко, что Тивеспот на английском. Если бы он был на русском, было бы еще лучше. Ну, а мы продолжаем. А вот здесь мы видим челнок такой небольшой, где летит ракета, Грут и как раз-таки Тор, чтобы сделать себе новое оружие. Летят на Красную Планету, на Красную Планету Гномов. Там есть у них Кузница, где, соответственно, и делался молот Тора Мьёльнир. Но его не стало в Торе Рагнарёке. Если вы еще не смотрели, посмотрите. И у них такой челнок, видно, как Грут, ну, он уже подросток, играет в какую-то, наверное, приставку. Это даже не телефон, а, скорее всего, какая-то приставка. Ну, а мы продолжаем дальше. Здесь, в принципе, останавливаться нечего. Здесь мы видим Локи. Скорее всего, эта сцена взята из, когда нам показывали тизер-трейлер Войны Бесконечности. Когда он отдавал тессеракт Таносу. И, наверное, взята отсюда. В принципе, тут ничего интересного. А здесь мы видим Питера Паркера. Он без костюма. Мы видим, что он на той самой штуке, как бы, портале. И здесь он без железного костюма. Почему-то, не знаю почему, но эта штука начала подниматься вверх. И он говорит, нет, как бы, ноу. И вот такие дела. Но есть предположение, что, как бы, не знаю, то, что, может быть, как-нибудь Железный Человек его спас и дал ему железный костюм. Ну, в принципе, тут тоже ничего интересного. Здесь мы видим команду беглецов. Здесь мы видим тот зал, где собирались как раз-таки гражданки. Все Мстители, как бы, все стороны. Здесь мы видим Вижна. Он уже, кстати, без камня во лбу. Почему, не знаю. Мы, может быть, извините, узнаем об этом в фильме. Ну, в фильме мы сто пудов узнаем. Либо в трейлере, который, может быть, еще выпустят. Я ничего не знаю. Видим еще обновленную вдову. Кэпа у него тут нету, как бы, звезды. И позади него видим Алую Ведьму. Конечно, ее немного он закрывает. Но ничего. Идем дальше. Здесь мы видим Тора, который также без глаза. Скорее всего, он в этой кузнице. И чем-то удивлен. По его лицу это видно. Хорошо видно. И здесь мы видим, как Капитан Америка пробует вот эти свой новый щит. Как бы, чало рядом с ним. Помните из первого трейлера вот эти его, как бы, когтистые такие штуки? А это уже, как бы, было предположение, что, как бы, в новом комиксе, который вышел, Стив Роджерс, Капитан Америка, что его щит собирается вдвое. Он может разъединяться. И это должно выглядеть круто. И уже, как бы, Marvel Legends, как бы, вы знаете, фигурки, они выпускают, они заспойлерили как раз-таки его щит. И вот это уже бесит, конечно, что они все спойлерят. Вот это прям вообще, я не знаю. И он пробует, как бы, этот свой новый щит. Все под Черную Пантеру, как бы, Ваканда. Все как есть. Let's go, как бы, погнали. Вот он попробовал. И здесь мы видим, как как раз-таки, помните, из трейлера Черной Пантеры, как собирался его новый костюм из наночастиц? Здесь же мы видим то же самое у Тони Старка. Его новый костюм собирается также из нового реактора, скорее всего. Шури, он, наверное, позаимствовал эту технологию у Шури из Ваканды. И у него он также собирается из наночастиц. И это выглядит очень круто. Мне, по крайней мере, нравится. Напишите в комментах, как вам. Здесь мы видим Небулу. Там видели Грута. Он был в этой кузнице. Видим Небулу, готовящийся к бою, скорее всего. Не знаю вообще, где она. Может быть, на той планете, где был Танос, где его логово. Ну, не знаю. Может быть, она с ним готова драться. И здесь мы видим как раз-таки сцену из Ваканды. Вот эта финальная, скорее всего, битва. Выглядит это круто. Идем дальше. Она немного расширенная. Здесь мы видим, как войско Ваканды вместе с Черной Вдовой, она все на это смотрит. Везут, как бы, все к этому месту, чтобы они сражались. И все это выглядит по расширенней. Извините. На этом кадре мы видим Баки Барнса уже с новой рукой, как бы, из Ваканды. Выглядит он вообще прям круто. Новая пушка. Вообще прям замечательно. И здесь мы видим Доктора Стрэнджа. Из Железного Человека. Два Шерлока Холмса. Братья Бородки. Ну, идем дальше. Как бы они готовятся к бою. И здесь мы видим расширенную сцену. Тоже та же самая сцена из тизера трейлера. Только здесь уже, как бы, нарукавники. У Кэпа похоже более на щиты. На отдельные части щита. А там были, как бы, просто такие когтистые. Это все доработали, конечно. Выглядит круто. Но идем дальше. И, как всегда, и здесь мы видим поцарапанное лицо Таноса. Мне так кажется, что эта сцена, когда, может быть, он кого-то уже убил, ему поцарапали лицо. Это выглядит очень круто. Вообще прям бомбически. Мне нравится. Вот это его лицо такое, наверное, смотрит и хочет отомстить, либо прям разорвать в клочья. Не забывайте, сегодня еще будет стрим. Ну, я просто так сказал. И идем дальше. И вот заканчивается этим трейлер. Идем к следующему Тиви Споту, который показали. Сейчас. Это по Хану Солу. И он на русском языке. Погнали. Здесь мы видим, скорее всего, где собираются все эти налетчики. Может быть, какие-то контрабандисты даже. Чтобы стать летчиками или еще кем-то, чтобы, ну, как бы, управлять своими этими кораблями. Вот. Хотите сделать мир лучше? Да. Ну, и здесь мы видим, как собирается из ситхов, из ордена, первого ордена один, этот генерал, скорее всего, какой-то. И кто-то еще, скорее всего, это Хана Солу, я не знаю. Хан Солу, не знаю вообще. Что ж, вы по адресу. Ну, здесь ничего неинтересно, все туманно. Мне кажется, это как раз-таки корабль ситхов, на котором был еще Дарт Вейдер. Мне так кажется, потому что по символам он похож. И, да, это он. И оттуда вылетают как раз-таки корабли этих десанты, вот эти вот, ихние десанты. Ну, на какой курс хотите, скорее всего, это Хан Солу, и он скажет на летчика. Летите поступить. Я стану пилотом лучшему галактике. Здесь мы видим, скорее всего, в этом, в его корабле. Блин, забыл, как его корабль называется, конечно. Ну, ладно. Какой-то коридорчик такой, наверное. И вот как раз-таки сам этот корабль. Блин, как же он называется? Я не помню, вот честно. Вот когда я снимаю видео, прям все из башки вылетает. Вот просто все. Вообще. Идем дальше. Весной, конечно же. Но здесь я не знаю, кто это, поэтому я здесь останавливаться не буду. Если вы знаете, кто это, напишите в комментах. Здесь мы видим, скорее всего, какой-то клуб. Танцоры тут, не знаю, скорее всего, какой-то клуб. Или для контрабандистов что-то, не знаю. Ну, и здесь мы видим битву такую небольшую на поезде. Ну, на улучшенном таком. И мы видим здесь друга Хана Сола. Не помню, как его зовут, конечно. Но, ладно. Погнали. Дальше. Да ела-пала. Ваше имя? Хан Сола. Да. Ну что ж, здесь останавливаться не будем. В принципе, тут все понятно. Ой. Извините. Идем дальше. И здесь мы видим новый трейлер «Мир Юрского периода». Надеюсь, он на русском. Пожалуйста. Видим тут на заставку 12+. Тот фильм тоже был 12+, поэтому здесь останавливаться не будем. Здесь мы видим, скорее всего, как девочка пугается от, может быть, динозавра. Я не знаю. Увидим дальше. Это у нас символы. Скорее всего, это остров этих динозавров. Одна из их пещер. Может быть, не знаю. И да, она видит динозавров, конечно. Эта часть похожа на «Парк Юрского периода 2», конечно. Концепция взята оттуда. Было это, она пугается. Извините. Это, конечно, вообще. Я бы такого просто тоже испугался. Динозавров. Универсал, Леджендарь, как всегда. Да. Здесь Крис Пратт. Он играет главную роль. Как бы он помогал и помогает всем этим динозаврам. В принципе, выглядит довольно круто. Он с таким маленьким. Кормит его, скорее всего. Мент, когда впервые увидел динозавра. Да. И здесь мы видим, как остров как раз-таки этих динозавров. В первой части они отстояли его себе. И там теперь жили. Извергается вулкан. И все живое на этом острове, конечно, будет погибать. Вулкан этот очень большой. И, скорее всего, этот весь остров погибнет. И куда-то надо сбежать всем этим динозаврам. Сначала ты не веришь своим глазам. И замираешь. Все эти динозавры, да. Здесь, наверное, уже полуразрушенный весь остров. Мы это видели. Все разрушенное. Восхищение. Он приближается. Это Терекс. Это Терекс. Да тише ты. Это не Терекс. Терекс. Там мы видели, как лава была, скорее всего. Это был исполнительный продюсер Стивен Спилберг. Мы видели, как этот вулкан извержался. И поэтому, скорее всего, это было вот так. Все. Идем дальше. Блю, пойдем со мной. Здесь оставаться опасно. Вот, как вы видите, тут все разрушается. Они все, динозавры, убегают. А это, как бы, такая катательная штука, чтобы можно было разглядеть мир динозавров поближе. Этот остров. Катаются люди, да, это было в первой части. И как раз-таки Крис Прэтт, он, динозавр этот стал поближе. И он говорит, ну, иди со мной, потому что здесь опасно, как бы, вулкан извержается. И вы сами это все понимаете. Мир южского периода. Этот остров. Спокойно. Тише, девочка. Остался в прошлом. И здесь мы видим Терекса и какого-то динозавра, которого завалил он. Выглядит это бомбически. Все взрывается, разрушается. Это просто... Встречайте! Что это? Их создание. Это что? Это что? Вытащи нас отсюда. Я вообще в недоумевании. Скорее всего, правительство создало каких-то новых динозавров под свой контроль. Вообще, как бы, у меня вот просто в голове сейчас все путается. Я вообще не знаю, что происходит. Вот просто... Господи. Вот. Мне стоит посмотреть фильм, вот честно. Да. И вот съел динозавр. Это было предсказуемо. Мир юрского периода 2. В кино 7 июня. Я, конечно же, пойду на этот фильм, сделаю обзор. Скорее всего, я еще поеду на Хана Соло. На войну бесконечности это 115%. Идем дальше. Просто я покажу. Не буду разбирать трейлер о... Миссия невыполнимая вообще. С франшизой это не очень знаком. Пока что саундтреки из этих ТВ-спотов очень классные. Мне все нравится. Ну, я просто покажу, чтобы вы могли посмотреть. Как он? Все тот же Ид. Ваша миссия. Если вы возьметесь за ее выполнение. Интересно. Вы когда-нибудь отказывались? Конец которого вы боялись близок. И кровь будет на ваших руках. Вот последствия всех ваших добрых намерений. Тебе пришлось сделать ужасный выбор в Берлине. Одна жизнь взамен миллиона. И теперь мир под угрозой. Это миссия ЦРУ. Если бы он не перехватил плотуней, мы бы сейчас не разговаривали. Его команда погибла бы. Да, погибла бы. Такая у нас работа. Ты не понимаешь, во что я ввязался. Выходи из игры. Не заставляй меня переступить через тебя. Сколько раз правительство предавало Ханта? Отвергало, отрекалось от него. Как долго такой человек, как он, будет терпеть? Мы так не поступаем. И может быть напрасно. Ну, как он? Знаешь, все тот же Итан. Что он делает? Я предпочитаю не смотреть. Саундтрек, конечно, в этом трейлере очень прекрасен. Трейлер, конечно, я ждал долго. И вот дождался. Хотел просто посмотреть, как он выполнен. Блин, саундтрек, правда, прекрасный. Чувствуется, прям на душу падает. Ну, а мы идем дальше. И новый фильм, который заказали. Netflix. Gloverfield. Paradox. Просто тоже посмотрю. Посмотрю. Статю of liberty. Looks like you should have left town a little bit earlier. Oh my god! Whatever you're doing. Stop. Вот такой маленький Тиви-спот. И еще Дуэйн Скала Джонсон в фильме Небоскреб. Там он спасает свою семью. В Небоскребе именно у него протез на ноге. Как бы он пытается все это сделать героически, конечно. Этот Тиви-спот смотрится на одном дыхании. Вот мне, да. Очень смотрится на одном дыхании. Not many people know what they would die for. Daddy's gonna go make that bacon. No, 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 no! Daddy! My family is trapped 240 floors in the air. This isn't gonna end the way you want it to. Конечно, тот момент, когда его протез начал отцепляться, это было, конечно, на одном дыхании. Ну и трейлер Данди, в принципе, смотреть не надо. Вообще, это тем более рекламный. Привлекает все в Астралию. Что ж, спасибо всем за просмотр этого ролика. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, жмякать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видосов. И скоро 50 подписчиков, или они уже набрались, я не знаю. Всем спасибо, всем пока. Желаю удачи и до сегодняшнего вечернего стрима. Покедова! Субтитры создавал DimaTorzok